Мечтаешь о сильной команде? Покупай монеты на 15-ю и 14-ю FIFA у крабов. Надежный магазин, вкусные цены и быстрая доставка. Ссылка в описании. Привет, дорогие подписчики и зрители канала. С вами Локи, это FIFA Карьера за Зенит, и мы продолжаем свой путь в чемпионате России. Сейчас мы играем с Тульским Арсеналом. И напомню, друзья, кто не смотрел подкаст, не смотрел, может быть, Ultimate Team прошлую серию, в группе есть тема про клуб FIFA 15 команда Локи. Кто не знает, там, в принципе, все описано, показано в картинках, где и как найти, у кого есть ПК-версия, лицензия, так что вступайте в клуб, с своими игроками будем играть, ну, там, по времени это уже, я думаю, потом. Так что просто хочу напомнить, кто, может быть, не слышал или не знает. Ну, а сейчас у нас матч, матч против Тульского Арсенала. Мы по-прежнему на втором месте. И сейчас, честно сказать, я бы хотел попробовать, как можно больше голов забить Абамьянгом. У нас сейчас им забито в чемпионате России 7, а у Мусы 12. Следовательно, хотелось бы и в числе бомбардиров, так сказать, повыигрывать. Ну, ладно, это испытание мы проходить не будем. Играем мы дома, по всей видимости. Нет, играем в гостях. Играем в гостях. Дани играет на Хаве Гарсию. Прошлый матч был довольно тяжелый против Мансити, но мы справились. Шатов с мячом. Пас на Рандона не проходит. Кришта. Так, я забыл схему поставить на мощный прессинг. Хаве Гарсия. Ну, пока, смотрите, Тульский Арсенал пытается подержать мяч, но мы пытаемся навязать борьбу. Хаве Гарсия. Нет, ни в какую. Арсенал из Тулы не собирается отдавать мяч. И, смотрите, они в него прям как коршуны вцепились. И вот только Шатов выбил мяч в аут. Но все равно он остается у футболистов Арсеналом. Положения вне игры нет. Еще один аут. Пока первые 10 минут Арсенал контролирует мяч. Ну, вот сейчас. Гарай. Дани. Абамиянг. Снова Мигель Дани. Хаве Гарсия. Офсайда нет. Шатов. Гарсия. Удар. Дани бил. И что там еще? Положение вне игры. Ну, какой импозантный полицейский стоял рядом с трибунами. И Филимонов, скорее всего, сильно нет. Разыграл он здесь на коротке. Зотов. Абамиянг проскочил. Но ведь цель на подстраховочке. Хорошо. Абамиянг. Не добираемся пока до мяча. Вот здесь Абамиянгу будет неплохо помочь. Он это и делает. Справляется. Ломберц. Кришта. Играет на Олега Шатова. Шатов с мячом. Здесь можно прокидывать себе на ход. Кто спрашивал, друзья, меня, как прокидывать так вперед мяч? Просто на скорости левый стик. Дани в ближней проверка Филимонова. Двадцатая минута практически у нас. И пока по нулям. Ну вот Шатов с мячом на фланге. Выбивают из-под ног здесь Хави Гарсия, Кришта, Рандон. И Рандон уже из офсайда выбегал. Вообще я пасовал Вицелю, но FIFA 15 на самом деле как-то очень странно. Вот эта вот распасовка на стандартных настройках. И снова пытаются наверняка разыграть, чтобы мяч сохранить. Гарсия. Нет. Вицель. Ишатов. Вицель. Дани. Снова Вицель. Ну что не было штрафного судья. Дани. Вицель. Пас на Рандона. Рандон. Мигель. Дани. Ух как закидывал-то таким знаете изящным черпачком. Пока до Абамиянга мяч у нас вообще особо не добирается. Он здесь больше в защите помогает отнять мяч. И все проскакивает пока. Абамиянг. Хорошо. Дани. Снова Абамиянг. Смольников. Ну надо что-то надо придумывать. Хави Гарсия. Шатов. Дани. Снова пас на Шатов. Олег. Не дали ударить. Вицель. Вицель. Дани. Абамиянг. Абамиянг. Попадает он в кого-то из игроков. Не успел я рассмотреть то ли в нашего то ли в соперника. Ломберц. Нарушения правил нет. Атака Арсенала продолжается. Здесь Гарай подталкивал, но все было в пределах правил. Еще один удар Ладыген на месте. Опасный. Опасный удар. 36 минута. Ломберц на выносе играет наверняка. Здесь Хави Гарси и вперед на Рандона. К сожалению, конечно, Рандон до мяча до этого не доберется, но стоило, стоило попробовать. Дани. Шатов. Это Кришета с левой ноги туда чуть бы посильнее да на Абамиянга, который здесь просто как на велосипеде колесит по штрафной. Смольников. Чуть-чуть не прошел пас. Да, не уже был готов ударить. Первый тайм подходит к концу, друзья. И пока 0-0. Как выкатили Рандону, но здесь надо забивать. Мне кажется, он просто насквозь пробил Филимонова. И Соломон Рандон выводит нашу команду вперед. Но здесь, конечно, защитник. Или, точнее, даже полузащитник ошибся, выкатил на ход Рандона. И как это получилось вообще? Такое чувство, что насквозь вратаре мяч прошел. нет, нет. Подмышкой, подмышкой прилетел мяч. Филимонов, мне кажется, просто потерялся. 1-0. 1-0, друзья, и не будем расслабляться, потому что, как вы помните, это очень опасно. Ладыгин повезло. Не было офсайда. Мог, мне кажется, футболист Арсенала пройти подальше, но предпочел пробить. Вицель слабенько. Гарсия, Шатов потерял мяч. И здесь они вместе с Криш отрабатывают. Перерыв, друзья. Перерыв. Счет пока в нашу пользу 1-0. Других матчей, как вы видите, не особо много. Продолжаем второй тайм. Травму кто-то получил Смирнову из команды соперника. Дании. И вот снова хорошо цепляют Дании. Далековато, далековато. Здесь можно было уже идти наверное на непробросе. Вицель. Пока смотрите, Арсенал можно сказать привозит сам себе. Такие-то моменты. Здесь бы чуть посильнее было бы вообще замечательно. Вицель. Смольников. Абамиянг. Мигель Дании. До Вицеля пас не добирается. И снова-снова Тульский Арсенал пытается провести свою атаку. Вицель Дании. Шатов. Рандон. Сзади по ногам дали, но все в пределах правил. Зотов. Здесь Горая нужно успевать. Он это и делает. Смольников. Абамиянг. И увидел Рандона. Великолепный пас. Соломон Рандон. А второй здесь уже Филимонов на месте. Горай. Двойное нарушение, но по-прежнему Арсенал в атаке. Арсенал с мячом. Подача. И 1-1, друзья. Вот так вот из-под Смольникова приходит этот мяч. Проиграл он, конечно, борьбу, но вы видите, даже по габаритам его просто смяли. 1-1. Еще играть полчаса. Вицель. Непонятный пас. И снова, снова тульский Арсенал несется вперед. Пас на Рандона. Рандон, здесь нужно бежать. Он это и делает. Прострел, но нет, не получилось. Давайте-ка, друзья, я думаю, Олег Шатов у нас вместо него Аршавин выйдет. Также выйдет, я думаю, Киржаков. Он будет пошустрее Рандона, может быть, получится убежать. Наша, так скажем, золотая связка появляется на поле. Дани у мяча. Наршавин, Наршавин. Дани. И еще один угловой. Еще один угловой. Подача. Ломберц. Ух тыж. С линии. С самой линии мяч вылетел. Ломберц, Вицель. Абамиянк не добирается. Не добирается мяч до него. А вот здесь надо попробовать снять мяч и в контратаку. Но у Хави Гарси силенок уже нет. У нас еще Игарай на желтой. Хорошо. Абамиянк из последних сил несется, несется по флангу. Удар и угловой по идее должен быть. Нет. Удар от ворот странное решение. Принимает судья последние последние 15-ти минутка. Абамиянк. Аут заработал. Хоть что-то. Смольников. Вицель. На Киржакова. Гарсия. Киржаков. Ну, совсем что-то силенок нет. Ломберц. Ломберц пошел. И на Киржакова. А если сразу пробить? Эх, жаль. Хороший момент. Ломберц сразу у двух игроков Арсенала выбил мяч. Сделал пас на ход Киржакова, но удар получился не точным. Аршавин. Аут наш. И я думаю, друзья, Хави Гарсию нужно все-таки поменять. Вместо него будет Файзулин. Файзулин с мячом. Кришта. Эх, на Киржакова не добрался. До Киржакова мяч. Абамиянг. Отбивается Арсенал. Пока как может. Смольников. Вицель. Дани. Нет, это Файзулин. Вот теперь Дани. Аршавин. Киржаков закатывать и 2-1. 2-1, дорогие друзья. Отлично. На 83-й минуте Александр Киржаков после паса. Андрей Аршавин, между прочим, забивает гол в притирочку практически с самой штангой. Филимонов не успел сложиться, да и перед ним еще защитник обзор закрывал. Ну вот, замена сыграла. Вицель. Пас на Файзулин на Файзулин. Эх, немного сильно. Но мяч остается у нас. Кришта. Гарай. Да-да, не мяч дошел. Но Арсенал, я не знаю, начинает... Они проигрывают и начинают отбиваться, боясь, что пропустят еще Кришта. Эх, Аршавин не смог обработать мяч. И вот сейчас нужно в последние минуты отработать на ура в обороне. Вицель. Дани. Киржаков. Ну хорошо, Саш, можно идти сам. Самому, самому. Оп. Киржаков, удар. И есть еще один. Здесь Киржаков просто на классе всех обошел и закатил. третий гол. Не было времени ждать партнеров. Мог он сыграть на Дани, но захотел забить еще один. 90-я минута. Счет становится 1-3. Обмен, к сожалению, у нас сегодня не забивал. Хотя вот сейчас может быть что-то и могло получиться, но нет. Свисток, конец матча. Со счетом 1-3 мы побеждаем и зарабатываем очередные три очка. Погоня за ЦСКА у нас продолжается, дорогие друзья. Сейчас посмотрим, кстати говоря, на каком мы мы вместе. И следующая серия будет чрезвычайно интересна, поскольку мы будем играть снова за футболистов нашей сборной, сборной России. И будем играть против англичан. Так, давайте посмотрим на... Так, это таблица у нас. Это у нас таблицы пока что сборных, но здесь должны быть таблицы чемпионата России. Так, Лига Европы, Лига Чемпионов, Кубок. Вот. Слушайте, друзья, мы вышли на первое место. Мы вышли на первое место и ЦСКА оступился, теперь они на два очка позади нас. Ну что ж, это здорово. Мы смогли вырваться в лидеры. Сейчас мы взглянем, что у нас по составу сборной России. Так, центр. Странно, нам надо переключиться, в общем, сейчас на сборную. Вот так вот. И посмотреть, что у нас в составе. Так, Игнашевич вместо граната. Ладыгина поставлю на ворота. также у нас есть Олег Шатов вместо давайте пока вместо Широкого Камбаров. Так, так, так. Что ж мы тут имеем еще? Вот так вот вместо Глушакова Киржакова возьмем вот так. И сюда мы возьмем Яковлева. Так, ребятки, ребятушки, вот сюда Смольников, на Тамбакар Шавин, у нас есть на замену Черышев, и, собственно, Денисов, Березуцкий, Дзагоев, Шатов, Киржаков, Кокорин. Ну, я думаю, да, я думаю, мы так сыграем. Но это будет уже в следующей серии. Ставьте пальцы вверх, оставляйте свои комментарии. С вами был Локи, всем огромное спасибо за просмотр, и пока-пока.